Добрый вечер! Меня зовут Ольга Павлова. Это сумма мнений на ЕТВ о городе с большой буквы. В ближайшие 60 минут в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Собака Кольцова стала поводом многих дискуссий. Мы продолжаем говорить на эту тему и сегодня в студии. Я, конечно, говорю о трагической гибели собаки в конце прошлого года. Подробности активно обсуждаются уже в этом году. Выступила пресс-служба Кольцова про защитников животных. И, как вы слышали, очередная гостья в нашей студии уже требует, чтобы ее представили. Кстати, об этой собаке история отдельная со счастливым кольцом. Она тоже была оставлена в Кольцово. Итак, в этой студии я рада приветствовать Наталью Банникову, заместителя и руководителя управления Россельхознадзора по Свердловской области. Наталья Николаевна, добрый вечер. Юлия Шевецова, начальник станции по борьбе с болезнями животных Верхесецкого района. Юлия Геннадьевна, рада вам. Здравствуйте. И Светлана Белобородова, хозяйка передержки для брошенных животных. Светлана, здравствуйте. Ну и вот там голос подает наша гостья Лиса. Она же Лиса. Я думаю, что, раз уж я анонсировала, давайте расскажем о истории спасения вашей подопечной. Да, этой собаке повезло больше, чем из той страшной истории. Я Лису подобрала буквально у выхода из зала прилета терминала аэропорта Кольцова. Сомнений не было, что она вышла из аэровокзала или прибежала откуда-то поблизости до ближайшего жилого здания, где могли бы жить ее предполагаемые хозяева непутевые, около километра на улице Бахчеванжи. Откуда там взятся собаки на территории стратегического объекта, без хозяина, без ошейника, без поводка. Она чистенькая, она упитанная, у нее хорошая шерсть. То есть понятно было, что это не уличная собака, что она еще буквально вчера максимум жила в доме. Вы думаете, что ее оставили? Конечно, конечно. Я думаю, что ее хозяева вместе с ней прилетели, у них были не готовы какие-то документы, какая-то их часть, либо они вообще не позаботились о том, чтобы перевести свою собаку согласно правилам. Ну и попав в безвыходную ситуацию, не нашли ничего лучшего, как ее просто оставить. Вас туда вызвали представители аэропорта или вы были в качестве пассажира? Я туда заехала случайно, совершенно по делам, абсолютно случайно. Ей просто повезло. Это точно. Я надеюсь, наши операторы смогут какой-то крупный план нашей гости четвертой в студии сегодня сделать, потому что Лиса рада будет найти новых хозяев. История, которая закончилась, как мы знаем, трагически, стала поводом сюжета главных новостей Екатеринбурга. Я прошу внимания на экран, вспомним, как это было. Гады и твари, пожалуй, самые мягкие ругательства в адрес этой пары из Нижнего Тагила. Против них ополчились тысячи интернет-пользователей за то, что супруги, уезжая за границу, бросили в аэропорту свою собаку, баллонку Тори. На борт из-за проблем с документами ее не пустили. И хозяева просто оставили клетку с песиком у здания вокзала и улетели. А Тори погибла от холода. Эта история предательства ужаснула всех. Пассажирам предложили либо оставить животное с кем-то из провожающих, либо обратиться в авиакомпанию и просто перебронировать билет, перейдеть к другим рейсам, на котором авиакомпания разрешит везти это животное. Только рейсов авиакомпании в Кольцово ежедневно много. Такая возможность действительно была. Когда они вернулись по второму на регистрацию без животного, они сообщили, что отдали собаку и провожающему. Но Тори никому не отдали. А просто бросили на произвол судьбы. Оставили на 20-ти градусном морозе в безлюдном месте. Хозяин оставил собаку где-то здесь, в сугробе, рядом с подземным переходом. Пешеходы, которых здесь и так очень мало, найти ее бы не смогли. Дворник приходит и так не очень часто. Так что шансов на то, что баллонку найдут живой, не было. Окоченелое тело собаки нашел дворник. А хозяева хватились любимец лишь спустя три дня. По приезду в Гамбург опубликовали пост в социальных сетях с просьбой помочь отыскать оставленную в Кольцово баллонку. Ищем собачку. Окрас белый с ржеватостью баллонка. Дети плачут, не могут успокоиться. Пожалуйста, помогите. Мы готовы оплатить штраф. Вынужденно оставили ее в аэропорту Кольцово ночью 25 декабря. При регистрации не взяли на борт. Улетели в Гамбург к детям. Тогда волонтеры еще не знали всех шокирующих обстоятельств пропажи Тори. Они связались с хозяевами. И те сперва рассказали слезную историю о побеге собачки. Когда же правда открылась, владельцы стали объяснять, что у них не было другого выхода, кроме как выхода на посадку. Они оправдали себя тем, что они приехали из города Нижний Тагил. Он говорил, что у них здесь нет ни родственников, ни знакомых, и с кем-либо связаться они не могли. Поэтому было принято решение просто оставить собаку на улице. Они так это объяснили. Почему они не озаботились вопросом перевозки животного заранее, хозяева так и не смогли ответить. И это не единственный случай, когда питомцев оставляют в аэропорту, говорят зоозащитники. Иди, милая! Лисе, в отличие от Туре, повезло. Волонтер Светлана, оказавшаяся в аэропорту случайно, подобрала щенка возле терминала. В том, что это домашний питомец, сомнений нет. У владелицы передержки глаз наметан. Заехала в аэропорт Кольцово купить себе кофе, капучино. И при выходе через терминал зала прилета, я вышла и ровно около дверей гуляет вот эта дамочка. Она молодая, она была очень чистенькая, полненькая, пухленькая. Хорошая собачка. То есть явно ухоженная, явно не стайная, не уличная, явно домашняя. Вот как она оказалась в аэропорту, одному богу известно. Чтобы не уповать лишь на божий промысел, Светлана планирует всерьез заняться подкидышами, оказавшимися в пролете. Женщина уже вышла на связь с представителями аэропорта. И, возможно, скоро в здании аэровокзала появятся информационные памятки, как действовать владельцам животных, которых по каким-то причинам не пускают на борт. Что касается истории Тори, она, вероятнее всего, быстро не закончится. Случаем жестокого обращения с баллонкой заинтересовалась полиция. Когда ревел наших коллег за предоставленный сюжет, это главные новости Екатеринбурга. Я думаю, что Вы неоднократно уже эту историю комментировали. По-вашему, какое наказание будет уместно и справедливо? Наказание владельцам за оставление животных. Ну, это рассмотрят правоохранительные органы. Возможно или нет привлечения не к административному, к уголовному ответственности или еще что-то. К административному наказанию, к сожалению, нет у нас такой статьи. Это только нравственные, моральные. Опять же, это ли не повод вновь начать говорить об уголовной ответственности за оставление животных в опасности? Я думаю, наверное, повод. Светлана, Вы киваете. Никакого наказания они не понесут, потому что статья за жестокое обращение с животными, которая единственная у нас есть по этому вопросу в нашем законодательстве, практически не работает. В данном случае и вовсе, как говорят в полиции, нету тела, нету дела. И это очень печально. То есть, они получили свое наказание, то есть, они читают в соцсети, их лица показали, их фамилии названы неоднократно. Но это все. То есть, на самом деле, наше законодательство совершенно не защищает права животных. Животные – это обычное имущество. И это весьма прискорбно с точки зрения зоозащитников. В первое время хотелось представить, что все-таки, наверное, у людей был какой-то серьезный повод, потому что фигурировало, полетели к детям, да, и где-то таилась мысль, что, может быть, ну, не дай бог, что, да, там происходит в том Гамбурге, куда они направляются. Или действительно, это был вынужденный выбор. Но вот, судя по всему, то, что раскопали корреспонденты, нам дает, возможно, совсем иную такую грустную картину представить. Юлия Геннадьевна, к вам вы контактируете, да, с хозяевами животных, я так понимаю, в том числе и тех, кто собирается перевозить их за рубеж. Ну, вообще, насколько часто люди приходят, и я летаю, может быть, не так часто, но и вроде бы нередко, но животных вижу крайне редко. Это популярная услуга – перевозка животных. Достаточное количество владельцев перевозят животных за рубеж. Вот, есть просто на каникулы, отправляются на новогодний за рубеж с питомцами, есть и действительно навещают детей, кто-то едет на выставки за рубеж, то есть много, продают много животных за рубеж. На самом ли деле это такой сложный механизм, вот, сделать всё по правилам, чтобы все документы были в норме, и, наверное, вопрос к вам обеим? Ну, я думаю, что это не такой уж сложный механизм, если этим заниматься вопросом. Вот, то есть в любом случае животные, отправляемые за рубеж, должны иметь полный комплекс вакцинаций, должны быть чипированы, в принципе-то и всё. А там уже с транспортными компаниями просто, вот, насколько я поняла, ситуация с этой потерянной баллонкой была вовсе не в документах, а в том, что там не было согласования с перевозчиком, а документы там были все в порядке. Она уже неоднократно летала в Гамбург, то есть в любом случае она была провакцинирована, у неё был чип, там или не уведомили перевозчика в срок о том, что животное полетит, и им авиакомпания отказала, или что-то, ещё какие-то нюансы. — Что касается возможности оставить животное в Кольцово, и хотя при службе, безусловно, сразу несколько вариантов после этой шокирующей истории накидало, что можно было оставить в зале, можно было обратиться к представителям, да, авиаузла и прочее, 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 но всё равно, наверное, это хлопотно вот так вот взять и тут же где-то собаку пристроить, или какие-то подобные случаи есть в вашей практике, может быть? — У нас в нашей практике случаи такие первые, можно сказать, чтобы владелец животных вот так жестоко просто оставил своё животное и всё. Потому что встречаются гораздо больше нарушения, когда животные летят со своим владельцем и не вакцинированы, или просрочен срок, период вакцинации у данного животного. И по каким-то другим причинам невозможно выдать ветеринарный сертификат для отправки животного за границу. Непосредственно тогда уже, где пункт досмотра идёт, осуществляют ветеринарные специалисты нашего управления, при нас тут же владелец животного созванивается со своими друзьями, со своими знакомыми, ещё что-то. И в течение трёх-четырёх часов вот были такие случаи, подъезжают родственники, знакомые, и забирали эти переноски, забирали этих животных. — То есть вы не против? Вы готовы их это время там у себя поддержать в этом ветеринарном пункте уже на территории авиации? — Это исключительно редкий случай, потому что вот на моей памяти я могу констатировать, это порядка 3-4 раза было за период 12-летней давности. — Ещё раз, когда документы оказывались не в порядке, уже в аэропорту это выяснялось. — Да, это когда невозможно выдать какие-то документы на животного. А в данной ситуации, когда животное пришло с полным пакетом документов, и специалистами ветеринарной службы Россельхознадзора были выписаны ветеринарные европаспорты, и животное было по всем документам оформлено для выезда, что уже произошло на стойке, куда отправились владельцы животных, с владельцев животным это уже мы узнали об этом, к сожалению, вот уже после того, что произошло. Если бы, конечно, я так смотрю, анализирую данную ситуацию, и судя по тому, что у владельцев животных было достаточно времени, чтобы, наверное, этот вопрос порешать, что где оставить животное, с кем-то связаться. Нижний Тагил, ну извините, это не город Серов, 6 часов ехать, если на то пошло. Есть, наверное, родственники, есть прекрасно, знают все владельцы животных, есть у нас гостиницы для животных, есть, в конце концов, ветеринарные службы. У нас рядом с Кольцовым расположена ветеринарная служба Департамента ветеринарии, Апрельская, 26, да, которые в случае вот таких нюансов мы к ним обращаемся, и они всегда идут навстречу и помогают. Насколько информированы пассажиры, вот, как вы думаете, в аэропорту? Я понимаю, что это вопрос, наверное, больше к прислужбе авиаузла. Ну вот просто у меня тут есть слова Дмитрия Тюхтина, представителя аэропорта Кольцова. Он говорит, что сейчас разрабатывается регламент, согласно которому в случае необходимости люди будут приезжать в аэропорт забирать животных, как раз из зоозащиты, фонда помощи бездомным животным. И Кольцова, в свою очередь, готова распространять эти телефоны, телефоны этих организаций среди пассажиров. Ну то есть, видимо, конечно, особенного распространения до этой трагедии не было. Ну, я думаю, что каждый владелец животного, кого не спроси, они прекрасно знают все ветеринарные станции. У всех, у каждого есть свой ветеринарный доктор, любимец, который это животное, как правило, смотрит, ну вот купили щенком, идет вакцинация. В результате, когда растет животное, все равно свои ветеринарные специалисты отдают предпочтение либо клиникам частного характера, либо ветеринарным специалистам частного характера, либо же государственной ветеринарной службе выбор большой. И поэтому, уже сказала Юлия Геннадьевна, летало животное неоднократно. Я думаю, что вот такое отношение, ну это надо пояснить владельцу животных, почему они так сделали, ну предали свое животное. Потому что раз животное не было заявлено заблаговременно на борт самолета, что они поедут с животным, и обязательно они должны были дождаться от авиакомпании, подтверждение, что их животное обязательно будет на борту зарегистрировано. Ну, наверное, это не сделали, а в ряде каких причин это не было сделано, ну, к сожалению, только владельцы животного ответили. По поводу перевозки животных на дальнее расстояние, у нас есть опрос любопытный. Внимание на экран. Не имеет смысла, я считаю. Ну, во-первых, ну, во-первых, вообще сам по себе вопрос просто задать. Зачем? Ну, если брать, то, наверное, небольших. У меня у самой была собака средних размеров, никогда ее не брала. Вот, может, если была бы мелкая, брала бы с собой. Если не доставляет беспокойства, как бы, окружающим. Путешествует человек, животное, вынуждено его сопровождать. Ну, лучший вариант, наверное, все-таки собака, потому что она к этому склонна. Когда таскают котов в авоськах, ну, это уже из серии садизм. Ну, я не знаю, больших собак, наверное, там надо в клетках перевозить. Маленьких можно с собой, там, подручную. А другим пассажирам они разве не лежат? Большие собаки, вы имеете в виду? Вообще животные? Ну, да нет, наверное. Ну, конечно, если поездом двое-трое суток, это, конечно, нет. Это, во-первых. А во-вторых, там же в поезде могут люди, у которых аллергия. Даже в качестве того, что они животные могут неудобства доставить. Ну, если оставить некуда, и ты переживаешь за него, конечно же, можно взять. Типа, почему нет? Собачку маленькую. А большую? А большую, ну... Большую придется пристраивать куда-то, к родным или... А чем отличается большая от маленькая, если с вами пассажиры едут? Ну, а как вы большую собаку под ручку не возьмете ее? Может, и покусать? Ну, вот такая картина горожан довольно, мне кажется, конечно, очевиден на ответ на вопрос, особенно для обывателей, для тех, у кого домашних питомцев нет. Зачем везти собаку, если это не собака-поводырь, конечно, и если это не цель поездки, не какая-то выставка. Я знаю, Светлана, что у вас есть практика довольно частая у членов вашей семьи, перевозки собаки международными рейсами, да, кажется, в Прагу. Вы летаете... Да, совершенно верно. Дочь у меня там учится, и регулярно, два раза в год она летает со своим шпицем. Ну, это какая необходимость, не с кем оставить? Во-первых, не с кем оставить, во-вторых, собака крайне к ней привязана, то есть это... для него был бы огромный стресс, если бы она его где-то оставила. Даже с ее молодым человеком у нас остается крайне неогутно. Перелет не стресс? Нет, он абсолютно спокойно сидит в переноске, потом гуляет по самолету, пристает к пассажирам, все нормально. Для него никакого стресса нет. Первый раз мы оформляли документы... Для пассажиров? Ну, обычно не жалуются. Если жалуются, Саша просто его фиксирует, и все, потому что мы разумные люди, мы понимаем, что никто не обязан любить нашу собаку так, как мы. Первый раз мы оформляли документы у нас в Кольцово, сделали все сразу по уму, нормально, никаких проблем не было. Надо сказать, что особенно никогда не интересуются животными ни на вылете, ни при въезде в другую страну. Но любой, кто хочет везти собаку самолетом внутри страны или за границу, должен понимать, что правила имеют свойство меняться. Например, еще в прошлом году собаку не надо было декларировать при пересечении границы. Сейчас люди с животными проходят по красному коридору. Они должны записать ее в декларацию. Не так давно авиакомпания «Аэрофлот» отказала в перевозке собакам и кошкам брахиоцефальных пород, то есть с плотскими мордами, которым трудно дышать. Но это тоже после одного смертельного случая на борту, когда собака не пережила в силу чисто своей анатомии, не по вине авиакомпании. Поэтому любой ответственный владелец животного должен снова открыть документы, снова залезть в интернет, все прочитать, все изучить, чтобы не повторялись такие истории, какой была предновогодняя. Юлия Геннадьевна, у Вас целая стопка. Я так понимаю, что мы, конечно, комментируем все эти изменения, которые одно сменять другое не можем. И все-таки куда обращаться, чтобы точно все сделать по правилам человеку, который хочет выехать со своей собакой? Ну, если человек собрался куда-то с собакой ехать, он все равно обращается в любую государственную ветеринарную станцию. И там он получит все комментарии уже в зависимости от того, куда он хочет с ней ехать. Речь идет и о перечне прививок, я так понимаю? Обо всем, конечно, и о прививках там речь пойдет, и когда деграматизацию провести, чипирование. То есть все это будет индивидуально уже. Есть ли разница по требованиям в зависимости от страны следователя? Есть. Не очень значительная, но тем не менее есть. Куда лететь тяжелее всего в этом плане? Ну, тяжелее всего, допустим, у нас Израиль. То есть там, кроме того, что еще полный курс вакцинации, там еще должны и титры антител на бешенство. То есть животному нужно исследовать кровь на наличие антител. До выезда, соответственно. До выезда, безусловно. Там тоже свои определенные условия. Ну и есть еще ряд стран таких же. Поэтому, если люди собрались выезжать, они должны все-таки обратиться. Кроме того, я так понимаю, значение имеет и сроки, потому что есть определенные сроки до вылета. Конечно. Но насколько, когда целесообразно заботятся этим вопросом тем, кто хочет вылетать? Ну, я думаю, месяца за два в любом случае. Даже так? Чтобы позвонить, проконсультироваться и уже от этого что-то решать. Мы говорим, конечно, преимущественно сегодня о собаках. Что касается других животных, вообще, вот в вашей практике, не знаю, вопрос, наверное, ко всем гостям. Насколько часто летают еще какие-то братья наши меньшие и насколько с ними более хлопотно или менее хлопотно? Грызуны, например. Тоже ведь люди их содержат, любят. Или те же кошки. Есть ли отличия какие-то? Ну, конечно, летают и другие животные. Я хочу сказать, что вывозят и черепахи, могут лететь на каникулы в ту же Прагу, что людям некому оставить, допустим. И определенные условия они должны выполнить. В первую очередь, когда человек, владелец животного собирается осуществить свой отпуск или отъезд в какую-то страну и с собой берет животное, конечно, он должен знать, какие условия и требования страны для ввоза животных в очередную страну. Это с помощью интернета можно узнать. Можно узнать с помощью, обратиться на официальный сайт Россельхознадзора, где размещены требования той или иной страны. Но, как правило, когда люди летят в эту страну и не первый раз, они обращаются уже в саму страну, в службу ветеринарии, и определенные требования той или иной страны они узнают. То есть механизм какой? Еще раз, прошу прощения, ветеринарная лицензированная клиника в Екатеринбурге, да? Она может не быть. Авиакомпания, свои правила. То есть все это нужно... Я пытаюсь, механизм понять. Все начинается, если владелец животного собрался лететь в какую-то определенную страну, он должен узнать, какие требования необходимы для того, чтобы при пересечении границы в той стране у него, у животного была полностью вся вакцинация, все исследования. Вот о чем Юлия Геннадьевна сейчас сообщила конкретно про Израиль. И после этого уже целесообразные эти прививки делать необходимо? Да, на руках вот эти требования страны обращаются в ветеринарную службу государственную, и где говорят, мы летим в ту или иную страну. Если, допустим, вакцинация бешенства и там ревакцинация, это ежегодная вакцинация данной вакцины у животных, у плотоядных, то могут быть дополнительные исследования, требования любой страны, которые запросят, чтобы обязательно животное может вакцинироваться против любой другой болезни, которая характерна для того или иного животного. Либо исследования на сальмонеллез насительства могут потребовать. Поэтому, когда вот это изучили, узнали, выполнять согласны, уже идут, обращаются в ветеринарную службу. Для чего? Потому что если набор идёт определён, что те же требования, что и ВОЗ Российскую Федерацию, однозначно однотипные требования, то тут не составляет труда требования вакцинации бешенства, исследования и выписка ветеринарных сопроводительных документов на животных, которые потом, когда они получают эти ветеринарно-сопроводительные документы и направляются в страны ЕС или другие страны, меняются на ветеринарные сертификаты или ветеринарные паспорта международного образца. Всё. И, соответственно, правила авиакомпании, я подчёркиваю, тоже не... Это делается параллельно, потому что требования авиакомпании, если мы сейчас говорим об авиакомпании, требования перевозчика, могут некоторые компании, допустим, ограничивать. Если на борту уже есть две, ну, скажем, котомки или как это, переноски с животными, с собаками, то уже брать кошку или какое-то другое антагонис животное авиакомпании вправе отказать. И они свои требования устанавливают. Ну, тут тонкости массы, конечно, вплоть до того, что есть авиакомпании, которые позволяют даже пассажирам во время полёта сходить в отсек с животными, чтобы проведать питомцев. Есть, конечно, те, для кого эта мера не предусмотрена. Правила разнятся основательно. А что касается стоимости этого удовольствия? Ну, вот, не знаю, может быть, Светлана, вопрос к вам. Ну, это, конечно, очень индивидуально для разных авиакомпаний. Зависит от веса животного, от авиакомпании, от условий перевозки. Но есть требования, которые, так скажем, в большинстве авиакомпаний всё равно приняты. К салону допускается, к перевозке в салоне допускаются животные весом не больше 8 килограмм вместе с переноской. Это надо понимать. Собаки весом и кошки, ну, другие животные весом более 8 килограмм перевозятся в багажном отделении в специальных ящиках. При этом нужно понимать, что не каждая разновидность авиалайнера приспособлена для перевозки в багажном отделении живых существ. Оно должно быть отапливаемо. Поэтому, когда вы покупаете билет, вы должны обязательно проинформировать авиакомпанию, дождаться, пока она даст вам добро. И только после этого вы уже сможете лететь со своим животным. Что касается стран, я, например, точно знаю, что в Финляндию запрещен ввоз ёжиков. Нельзя, потому что они считаются распространителями инфекции. И очень большие проблемы с ввозом птиц. Там куча дополнительных всяких. И обязательно нужно действительно консультироваться в страну, куда летят, потому что наши-то выпустят. А вот там могут не впустить. И это самый плохой расклад. Вы, кстати, удивительной в истории вашей подопечной Лисы, которая сегодня тут притихла, видимо, довольно комфортно и в студии. Вы предполагаете, что она прилетела в Екатеринбург? Нет. Я думаю, что её не выпустили из страны, как Тори. Как погибшую баллонку Тори. Вот поэтому её просто, ну хотя бы ладно, спасибо на том, что оставили в аэровокзале или около. Они отнесли подальше, как хозяева Тори. Что касается железноторожных перевозок, Юлия Геннадьевна, есть ли тут тоже какие-то особенности? Как мне кажется, наверное, чаще люди ведь могут себе позволить поездом перевезти животное. Потому что самолёт всё равно несколько более хлопотное перемещение предполагает. Там последние изменения. Вот я смотрела у них. Не во всех вагонах это можно. Это вот тоже я не совсем могу объяснить этот вопрос. Ну, одним словом, это тоже требует. Да, тоже требования к перевозке животных железнодорожным транспортом смотреть. Там где-то нужно купе выкупать, где-то ещё что-то. В любом случае, пожелать владельцам питомцев, я не знаю, довольно странно говорить, ведь люди, которые заводят животных, ну, хочется думать, да, что, наверное, они относятся к ним как к членам своей семьи, за редким исключением. Нет? За частым исключением, к сожалению. Представитель аэропорта Кольцова сказал, что в среднем около полутысячи питомцев перевозят в год через Кольцова вылетает. А за последний год дважды... Два тысячи ежемесячных. А, ежемесячных, простите. Да, да, да. То есть это очень значительная цифра. И за последний год он вспомнил два случая, когда в аэропорту были оставлены животные, по-моему, собаки. В первом случае кинологи забрали кольцовские, во втором случае кто-то из сотрудников аэропорта. Ну, вот третий рядом со мной лежит. Ну, ведь мы говорим всё-таки о людях, которые... Ну, это особенная категория, мне кажется, у людей, которые всё-таки берут с собой собак в путешествие. Да, или вынуждены, или это... Ну, может быть, если хотите, какая-то более, я не знаю, рафинированная, состоятельная прослойка владельцев домашних животных. А сколько угодно случаев, когда собак точно так же оставляют на морозе у подъезда с записками. Корреспондент главных новостей Екатеринбурга Мария Новикова около несколько месяцев назад. Она в Фейсбуке опубликовала совершенно жуткую картину, благо это ещё была осень, но уже очень холодная, когда к собачке была просто привязана записка, там, что-то «забери меня» или что-то в этом роде. Совершенно жуткая. Такие истории просто, ну, они не такие шокирующие, они не имеют такого масштаба, да, они не так распространяются в СМИ, но ведь этого сколько угодно много. Это происходит потому, что у нас нет закона. Был бы закон, было бы сформулировано наказание... А в головной ответственности за жестокое мужчину? Да хотя бы об административной, хотя бы. Всё, что можно сделать, например, для животного, которое содержится в плохих условиях, это попытаться выкупить за ненадлежащее содержание. У нас есть такое... законодательство предусматривает такую возможность. То есть через суд я говорю, что я хочу выкупить это животное за такие-то деньги. Есть у нас такая возможность, у меня есть опыт судебного процесса, правда, я его проиграла, но тем не менее такой опыт есть. Но здесь всё зависит от судьи. То есть личностный фактор очень силён в этом вопросе. Ну а по факту в 99% случаев животное абсолютно беззащитное. Я надеюсь, что главной победой нашего сегодняшнего эфира будет устроить нашу четвёртую гостью Лису. Если среди наших зрителей в этот вечер были те, кому собака понравилась, куда можно обратиться, как с ней познакомиться, может быть, для начала? Я оставлю свои контакты в редакции. Я думаю, что лучше всего пусть они обращаются к вам, а мы с вами свяжемся. Ну ещё раз о том, что в аэропорту теперь будут возможно непосредственные встречи с сотрудниками фондов зоозащиты, как представитель пресс-службы Кольцова заявил, будет распространяться соответствующая информация для тех пассажиров, кто по каким-то причинам не может взять питомца с собой. Но вот это мне тоже кажется важным подчеркнуть. Как видим, много тех, кто путешествует с животными. Я благодарю наших гостей, благодарю вас за ваш труд нелёгкий и очень добрый. Спасибо большое. Мы продолжим. Впереди грипп и карантин в школах.